МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Знание сила. В Республике подвели предварительные итоги единого государственного экзамена. Цифровая трансформация. В Чувашии в рамках экономического форума начались круглые столы, семинары, сессии. Важнейшее из искусств. В столице стартовал 14-й Чебоксарский международный кинофестиваль. В Чувашии подвели предварительные итоги единого госэкзамена. В этом году выпускники показали лучшие баллы по географии, химии и литературе. Впервые в республике есть 100-бальники по географии. Успешно сдали выпускники этого года экзамен по русскому языку. По сравнению с прошлым годом средний балл выше. 30 человек получили максимальную оценку. Впервые с 2016 года есть два выпускника, которые получили 100 баллов на экзамене по литературе. Наивысший балл по химии получили лишь 5 выпускников. В прошлом году таких было 16. Выпускников, которые в целом не справились с экзаменационными заданиями, также стало на 4% меньше, чем в прошлом. Но показатели могут поменяться. Окончательные результаты будут известны после подведения работы апелляционной комиссии. 25 и 26 июня в республике пройдут выпускные вечера. В Чувашии действует запрет на проведение банкетов. И для выпускных исключения тоже не сделают. Еще раз мы хотим обратить внимание на все правила безопасности, которые должны быть и соблюдаться. Выпускные должны проходить в общеобразовательном учреждении. Если погода позволит, рассмотрите, пожалуйста, вариант проведения выпускных на улице. Это очень и хорошо, и можно сделать незабываемым выпускной для ребят и для родителей, и более безопасно. Кроме того, конечно, решение о допуске дополнительно родителей, гостей в итоге примет школа. И здесь необходимо минимизировать и подумать о том, что ребятам сдавать экзамены. С 1 июля по всей России в соответствии с законодательством меняются тарифы на коммунальные услуги. В нашем регионе средний индекс по-прежнему составляет 3,4%. В некоторых населенных пунктах повышение может составить до 5,4%. Сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии обсуждали вопрос повышения оплаты. В 285 муниципальных образованиях в среднем повышение будет не более 3,4%. В 11 плата будет чуть выше. Меньше чем на 2 рубля вырастет услуга по обращению с отходами. На 12 копеек вырастет тариф на электроэнергию для городских жителей. На 8 копеек больше будут платить сельчане и те, кто пользуется электроплитами. На 17 копеек вырастет цена на газ. Особая ситуация в Новочебоксарске. По распоряжению правительства России город отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, что предусматривает утвержденную схему теплоснабжения и переход на долгосрочное регулирование цен на тепловую энергию. Повышение составит не более 5,2% и не повлечет превышение индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. В июне в муниципалитете утверждена единая схема теплоснабжения. Услуг будут предоставлять три организации, в их числе ПАОТ и Плюс, с которым администрация города Спутника также подписала соглашение. Организация ПАОТ и Плюс, которая взяла на себя обязательства, будет выполнять требования, обозначенные в соглашении, это раз. Во-вторых, привлечет в город Новочебоксарск порядка 3 миллиардов инвестиций. Резусловно, это позволит модернизировать все сети, что позволит нам сократить потери, более качественную услугу получать. В республике идет адресная поддержка тех, чьи расходы на коммуналку превышают 22% от дохода семьи. У нас, к слову, на сегодня получатели порядка 17 тысяч, ну и сделан уже расчет. То есть, общая сумма у нас уже с учетом тех решений, которые Надежда Владимировна озвучила, составит 360,8 миллионов. То есть, дополнительно потребуется где-то 71 миллион, которые мы, безусловно, учтем в республиканском бюджете. Олег Николаев считает, что рост тарифов в первую очередь должен стимулировать оказание качественных услуг населению. Для этого нужно работать на опережение и модернизировать сети, не дожидаясь аварийных ситуаций. Текущая ситуация, она, к сожалению, такая, что у нас различные технологические решения, различная степень изношенности и так далее, и другие составляющие. Вот поэтому здесь хотелось бы отметить на важность принятых решений президента. Прежде всего, по так называемому инфраструктурному меню. То есть, нам предоставляется возможность ускориться по этим направлениям, быстрее реализовать те планы, которые призваны поменять качество коммунальной системы. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Креативное развитие Чувашии обсуждали сегодня на сессии, которая прошла в рамках Чебоксарского экономического форума. Главная ценность – люди. Образование и культура как основы нестандартного мышления. Развитие как игра. Экспертами выступили основатели крупных компаний, известные бизнес-тренеры и предприниматели. Подробности далее. Главный двигатель экономики в наши дни – это креативность, которая позволяет генерировать идеи. Главная ценность – люди, которые могут воплотить их, считают эксперты. Сегодня одна из задач стратегической сессии по креативному развитию экономики Чувашии – наверное, собрать людей здесь, у которых есть эти идеи, скоординировать их, познакомить, может быть, переопылить, для того, чтобы вполне возможно могут появиться какие-то коллаборации, какие-то совместные, может быть, даже проекты. Для развития креативных индустрий самое важное – это люди. Они, креативные индустрии, базируются на людях, для людей, и делаются силами людей, поэтому, если нет людей, без них невозможно ничего сделать. А вторая, вторая составляющая – это инициатива. Соответственно, если есть инициатива, если есть какие-то проекты, идущие снизу, это все полетит и будет работать. Одна из задач нашей сессии – как раз выявить такие проекты, оформить их и получить поддержку как внутри сообщества, так и от региона. Мария Гришина занимается продвижением туризма в Чувашии. На встречу пришла с предложением создать модель взаимовыгодного сотрудничества с клиентами. Это будет у нас платформа туристская, которая будет объединять в себе достаточно большое количество блоков. И для туриста, то есть он может сам выбрать себе маршрут, в зависимости от того, с детьми он едет, здоровье поправится, так далее. Это все, возможно, будет очень гибко настроить, система лояльности. То есть если он оставляет свой отзыв, ему начисляется кэшбэк, и, соответственно, он этим кэшбэком может оплачивать билеты, например, в музей, на экскурсию, даже скидки на путешествия по Волге, на теплоходике и так далее. Такие встречи позволяют найти решение многих проблем, считают участники. Лучшие предложения получат билет в будущее. В Москве завершился 20-й съезд партии «Единая Россия». Стали известны имена первых кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы. На съезде утвердили список тех, кто будет представлять партию на осенних выборах. Определены кандидаты по всем 225 одномандатным округам и по 57 региональным группам, в том числе и по Чувашии. Республика вошла в региональную группу номер 22. Там наряду с Чувашией присутствуют Нижегородская и Рязанская области. В списке секретарь регионального отделения партии депутат Госдумы Алена Аршинова, депутат Госдумы Николай Малов, министр сельского хозяйства Чувашской республики Сергей Артамонов. По Канажскому одномандантному округу номер 37 кандидатом назван депутат Шумерлинского городского собрания Леонид Пронин. По Чебоксарскому одномандантному округу номер 38 министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева. Кандидаты мобилизовали свои команды, именно поэтому оказались кандидаты интересны людям, которые за них проголосовали. Фактически мы говорим следующее, что люди выбирают, а партия выдвигает. То есть, по сути, сейчас Единая Россия выдвинула тех, кого выбрали люди. И, конечно, мы рассчитываем, что этот мандат доверия, который подтвержден таким большим, огромным количеством, миллионов голосов наших жителей, нашей страны, мы очень ждем, что этот кредит доверия будет подтвержден в сентябре. В наших списках профессионалы своего дела. Это те, на ком держится действительно наша государственная политика и управление. Очень важный момент в партийном списке – новые лица, которые до этого вообще не участвовали в выборах, но интересовались политической жизнью. Среди них – волонтеры, представители общественных организаций. Напомним, в предварительном электронном голосовании в Чувашии участвовали более 180 тысяч человек, около 20% от общего числа. И это один из лучших результатов по России. На съезде были озвучены ключевые векторы дальнейшего развития страны. Они войдут в народную программу, которую будут обсуждать с избирателями во всех регионах. Партия ждет предложений от жителей. В ближайшее время пройдет региональная конференция «Единой России», на которой будут выдвинуты кандидаты в депутаты Государственного Совета Республики. Какие вакцины доступны жителям Чувашии? Чем они отличаются? Где сделать прививку? Как к ней подготовиться? Эти и другие вопросы обсудили в ходе очередного прямого эфира в одной из соцсетей. Эксперт по теме, заведующий центром семейной вакцинации Нина Рассказова. Сейчас существует три типа вакцины. «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Ковивак». Сегодня одним компонентом привито более 130 тысяч человек и более 105 тысяч закончили вакцинацию. План выполнен на 22%. Есть очень такой хороший показатель, что среди вакцинирующихся граждан в возрасте 60 лет и старше составляет 67,5 тысяч человек. Это очень важно, потому что если задача стоит такая, что в нашей республике нужно охватить жителей старше 18 лет, это до 60%, то такую вот возрастную категорию, как 60 и старше, нам нужно охватить до 90%. Категория лиц 60 лет и старше находится в особой группе риска. К этому возрасту у многих появляются или обостряются хронические заболевания. Но в случае сильного ухудшения состояния по поводу вакцинации лучше проконсультироваться со специалистом. Один из вопросов касался альтернативных способов вакцинации. И для кого не секрет, что есть люди, которые боятся уколов. Они ждут иные типы вакцины. Дело в том, что на сегодня пока ее нет, такой вакцины. И напомню, что времени у нас тоже нет, чтобы ее ждать. Поэтому нужно вот привиться сегодня, сейчас, здесь, в данный момент. Напомним, записаться на вакцинацию просто. Это можно сделать на приеме у врача, позвонив в регистратуру поликлиники, из личного кабинета госуслуг, а также по номеру 122. Ульяна Пятакова, Алина Сусметова, Александр Атяков, Республика. Нововведение в лицензировании медицинской деятельности. Преимущество использования Центрального архива медицинских изображений. Участие в программе обязательного страхования частных медицинских организаций. Таковы были главные темы круглого стола. Цифровизация, трансформация здравоохранения и новые подходы к качеству услуг. Чуваша остается лидером по развитию цифровых технологий в здравоохранении на протяжении последних лет. Пандемия форсировала цифровизацию отрасли. И если доктора и пациенты бюджетных медорганизаций активно пользуются, например, электронной базой, то для клиентов частных клиник многие подобные сервисы были недоступны. И настал, наверное, тот момент, когда и нам уже пора, потому что достаточно большое, не секрет, достаточно большое количество пациентов входит и к нам. И та информация, которую получаем мы, как врачи, она может быть доступна как и для статистики, так и для обработки другой информации, которая иногда может быть важна здесь и сейчас, как, например, в современном мире. То есть это информация о пациентах, переболевших ковид, заболевших, привитых и так далее. Использование центрального архива медицинских изображений также является удобной опцией. Ее преимуществом является и то, что теперь пациентам не нужно искать, к примеру, рентгеновские снимки прошлых лет. Сейчас докторам они доступны благодаря архиву. На сегодня загружаются исследования, начиная от банальной флюорографии, КТ, МРТ, рентгены и заканчивая даже снимками с рентген-эндовоскулярных операций, которые проводятся у нас как в кардиоцепанцере, так и в республиканской клинической больнице. То есть на сегодняшний день загружено в базу ЦАМИ и доступно, соответственно, нам, как участникам данного рынка, около 1 миллиона 800 изображений. Здравоохранение – одна из тех отраслей, где форматы дистанционного мониторинга, быстрого обмена информацией, автоматизации лечебного процесса наиболее важны. Поэтому данная сфера в лидерах по развитию цифровых технологий. Ульяна Пятакова, Надежда Яковлева, Бахтияр Вилиев, Республика. Сдать экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию на центральном рынке. В Чувашии стартовала акция «Тест для победы. Победы над смертельной инфекцией». Программа при поддержке фонда президентских грантов в девяти регионах Приволжского федерального округа. До октября «Тест мобиль» побывает в разных районах республики. В таком мобильном пункте пройти тест на ВИЧ-инфекцию можно меньше, чем за одну минуту. Сначала нужно заполнить анонимную анкету. Это просто согласие на процедуру. Сейчас я сдам кровь. И уже через 15 минут можно будет узнать свой результат. У вас отрицательный тест на ВИЧ. Это вам. Спасибо. Миллион человек в России. Диагноз – вирусный иммунодефицит. Без терапии доживают до 40. Врачи утверждают, что инфекция неизлечима. Но это не приговор. Чтобы продлить жизнь и ее качество, достаточно вовремя сдать анализ. Многие боятся. Боятся узнать диагноз. Согласно отчету Минздрава России, за 2020 год сократилось тестирование на 14,3% населения. Это говорит только об одном – что не все живущие с ВИЧ знают свой диагноз. И по оценкам специалистов, около 20% ВИЧ-позитированных людей не знают о том, что они являются носителями ВИЧ. И это именно эти люди дают 50% новых случаев заражения. Безусловно, в этой ситуации мы должны говорить о том, что тест на ВИЧ, он должен быть в программе регулярного чека по здоровью. То есть раз в 3-6 месяцев любой человек должен проходить тестирование на ВИЧ. Это то же самое, как бегать по утрам, как чистить зубы. Тест для победы – совместный проект благотворительной организации из Татарстана «Новый век» и Чувашского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Задача компании – привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, чтобы люди привыкли проходить регулярное тестирование и заботились о своем здоровье. Я сегодня сдала тест на ВИЧ, и я считаю, что это совершенно не страшно, потому что нам уже рассказывали о том, что ВИЧ-инфекция имеет инкубационный привод, который длится довольно-таки долго. Лучше узнать о своем ВИЧ-статусе как можно раньше. Желательно, конечно же, каждый год проверять это все, чтобы потом в дальнейшем контролировать, если вдруг что-то произошло не так. В Чувашии по официальной статистике более 2600 человек живут с ВИЧ-инфекцией. 1950 бесплатно принимают терапию. Заболеваемость в Чувашии где-то в 4,5 раза ниже, чем по Российской Федерации и по Приворскому федеральному округу. Конечно, самая главная задача, наверное, государственной стратегии противодействия и распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации – это охват скринингом. Любой ВИЧ-инфекцией пациент, он должен понимать, что, во-первых, он должен, когда узнает о своем диагнозе, он в обязательном порядке должен предупреждать своего полового партнера и в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты. 28 июня мобильный пункт будет работать в Урмарском районе. Подробную информацию о его передвижениях можно найти на сайте регионального центра СПИД и в соцсетях проекта «Тест для победы». 150 лет на службе науки и просвещения. Старейшее учреждение культуры республики «Национальная библиотека» в этом году отмечает свой юбилей. Марафон праздничных событий стартовал сегодня. Когда в Чебоксарах еще не было ни театра, ни музея. 150 лет назад библиотека стала точкой притяжения Центром культурной жизни уездного города. Полтора века здесь хранят уникальный архив документов, книги. Современные технологии позволяют почти без потерь сберечь раритеты для потомков. Вот этот путь, который пройден за 150 лет, когда очень маленькая библиотека, которая была создана по инициативе людей, неравнодушных людей, которые состоялись и которые взяли миссию на себя продвижения в деле просвещения. Этот путь за 150 лет, конечно же, очень сильно изменился. И мы с вами сегодня на самом деле гордимся, что «Национальная библиотека» — это вот такая многофункциональная площадка, где можно получить разнообразную информацию, обеспечить совершенно различные коммуникации, ну и, конечно же, просто встретиться, пообщаться, как это всегда нам было привычно, и самое главное, удобно и комфортно. Надежда Егорова пришла в библиотеку совсем юной, в зал выдачи. Сегодня ее 30-летний труд отмечен почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания. Время меняется, библиотека тоже меняется, не стоит на месте. Сейчас мы не только печатную литературу выдаем, мы работаем с электронными документами, мы обогащаем свою электронную национальную библиотеку Чувашской Республики интересными ресурсами. Поэтому наши студенты, школьники, они не только реально в читальных залах сидят, они сидят и виртуально. Поэтому, наверное, пользователей становится больше. Сенатор Совета Федерации Николай Федоров отметил, что национальную библиотеку можно назвать одной из лучших в стране, так как именно она воспитала целую плеяду известных писателей, поэтов, сделавших нашу республику узнаваемой. Последние годы здесь активно делятся с читателями правовой информации. Работа Публичного центра правовой информации всегда следует самым острым темам дня. Поэтому нельзя сказать, что один год похож на другой. Да, есть какие-то традиционные форумы, мероприятия, группы, но в целом мы все время в движении, все время меняемся, пытаемся найти тот пульс острый, чтобы привлечь и новых читателей, и дать возможность высказаться, обсудить какие-то проблемы горячие. Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев онлайн поздравил коллег с праздником, отметив большой вклад в историю, в жизнь нескольких поколений читателей. Библиотека за 150 лет не просто проработала, прожила свою профессиональную жизнь. Библиотека пережила катаклизмы библиотечной работники в этих трудных условиях, условиях революции, условиях гражданской войны, условиях голода, в условиях военных смогли выстоять, смогли сохранить библиотеку, сделать так, чтобы она была в каждом случае нужна, полезна людям. Праздничный марафон продолжится. 22-23 июня в столице пройдет межрегиональный культурный форум библиотек в пространстве межкультурных коммуникаций. В очном и дистанционном форматах в нем примут участие около двух сотен библиотечных специалистов из 43 регионов России и Казахстана. Наталья Мальчикова, Бахтиар Велиев, Республика. В праздничной программе 150-летия библиотеки концерт ансамбля 433-х под управлением Алексея Айги, с которым библиотеку связывает давняя дружба. Концерт состоится завтра в Театре юного зрителя. Сегодня в столице стартовал 14-й Чебоксарский международный кинофестиваль. Он посвящен этническому и региональному кино. Половина картин, представленных на конкурс, создана за пределами страны. Еще одна особенность – начался кинофестиваль показом спектакля. В этом году кинофестиваль стал по-настоящему международным. Пять из двенадцати представленных картин иностранного производства. Практически все русские картины созданы совместно с зарубежными партнерами. В работе жюри будут участвовать кинодеятели из Грузии и Австралии. Дистанционно, в режиме видеоконференц-связи. Вот сейчас картина «Пальмира», которая будет. Там главную роль играет замечательный венгерский актер. Прекрасный просто, увидите. И там снимали все в Дагестане, но финал снят в Турции. Датское кино, все по справедливости, очень модный кинематограф датский. Сейчас индийская картина. Но это совершенно не то индийское кино, которое мы помним. На фестивале представлены две картины чувашских режиссеров. «Такая странная любовь» Марата Никитина и «Тайны древней Волги» Юрия Юмана. Последняя основана на исторических преданиях чувашского народа. Открывает забытые страницы истории Среднего Паволкия. Как ты посмел посмотреть на дочь Великого Хана? Еще и, наверное, хочешь отхватить кусок ханской земли с помощью моей сестры. Ожидается, что гостями кинофестиваля станут известные артисты театра и кино Даниил Страхов, Алиса Гребенщикова, Сергей Чонешвили, российский композитор и скрипач Алексей Айги. Ольга Алексеева, Александр Атяков, Республика. Впервые в Чебоксарах состоялись окружные соревнования по авиаспорту. В небо поднялась сверхлегкая авиация. Участие в них приняли более двух десятков спортсменов из Приволжского федерального округа. Среди них как мастера спорта, так и начинающие пилоты. Полеты на параплане требуют серьезной подготовки. Сразу же подняться в небо не получится. В ряды экстремалов Наталья Васильева, по ее словам, пошла сознательно. Очень хотела почувствовать за собой крылья. Было ей тогда 16 лет. Мечта детства. Учиться летать, уметь летать. В полете я ощущаю себя свободной. Стремлюсь к своей мечте побеждать. В небо за победой в этот раз поочередно поднялись более двух десятков спортсменов. Снаряжение тщательно подобрано. Учтены все детали. Выполнить приземление точно в цель непросто, говорит пилот с 28-летним стажем Андрей Орлов. Он член сборной России по парапланам на точность приземления. Родом из Удмуртии. Впереди Калининград, Питер. И если все будет как надо, то и чемпионат мира недалеко. Сейчас осмотр снаряжения идет предварительный. Одеваемся. Раскладываем крыло. Поднимаем. Убеждаемся, что все хорошо перед стартом. Подцепляем свободные концы. Отцепку. Ну и собственно стартуем. Это только на первый взгляд кажется, что парить в воздухе легко. На самом деле надо уметь управлять воздушными потоками. Ведь никакого двигателя нет. Помогают стропы. Они на руках. То есть мы летим. Если мы потянули правую стропу, параплан у нас поворачивает вправо. Соответственно, если левую, параплан поворачивает влево. Когда на кону чемпионат России, ошибки быть не должно. Максимальный балл – это 500 очков. Нужно попасть точно в цель. Название упражнения «Полет на точность» говорит о том, что приземлиться надо как можно ближе к центру зачетного круга, который называется мертвой точкой диаметром 2 сантиметра всего. Условия довольно жесткие еще. В 5-метровом кругу, в 10-метровом кругу практически нельзя прикасаться к земле ни рукой, ни коленом, ни частями подвесной системы. В этом году организаторы решили немного разнообразить соревнования и добавили еще две дисциплины. Это бег – мужчина на дистанцию 2 километра, женщина на 1 километр, и стрельба из мелкокалиберной винтовки. Чемпионатом в личном зачете стал спортсмен из Чебоксара Александр Шальнов. Вторые и третьи места заняли Андрей Орлов и Владимир Лебедев из Удмуртии. Организаторы отмечают, что такие соревнования – отличная возможность представить этот вид спорта в регионе, чтобы на старт выходили как можно больше пилотов. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Это главная новость о Чувашии к этому часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова